Николай Николаевич, с вами, ребятки мои, мы разбираем, что такое разумное начало. В каждом из нас существует некоторый такой потенциал, который позволяет нам развивать свой ум. Некоторое такое разумное начало. Или мы называем его сын Брахма. Есть страстное начало, которое является нашими чувствами, нашими ощущениями, которые мы испытываем благодаря нашей системе чувств, которая называется Отец и Вишну. И некоторое яростное такое начало, стремление к справедливости, сила воли, которая позволяет преодолевать человеческие трудности, у которой нет анатомической гии, нет мозги есть, нервы есть, а Святого Духа силы воли нет. Поэтому это Святой Дух. И это Вишну. Мы сейчас пытаемся узнать, что помнит еще наша современная цивилизация о вот этой вот науке, которая изучала внутренности человека, которая изучала его разумное, страстное, яростное начало путем медитации. А сейчас не делает этого, потому что, во-первых, никто не финансирует этих ученых, а во-вторых, человек сейчас в капиталистическом мире так много работает, что у него просто нет времени самому заниматься медитациями. И мы с вами сейчас уже с вами закончили, наверное, игру в город с 11 воротами, для того, чтобы убедиться в том, что нельзя объяснить концепцию Творца. Я не могу объяснить вам концепцию Творца, но вы, проиграв все эти дни в город с 11 воротами, вы поняли концепцию, потому что вы у себя в своем воображариуме создали небольшую такую модель того, что происходит вокруг нас, в какой же модели мы живем. И в процессе создавания меня в чьем-то воображении и процесса создавания в моем воображении других людей не является никакой религией. никаких, не несет никаких религиозных вообще замесов, о чем современная наука нам как бы пытается рассказать, что, эй, это религия, они там тебя утащат, перч тебя утащат. Вот, воображение не является никакой религией, никакой религии. Кого туда вставлять в свое воображение? Вставлю я туда в свое воображение? Я же могу делать удивительные вещи с моим воображением, ты понимаешь? Удивительные вещи с моим воображением. И вот смотрите, мы все больше и больше узнаем, что разумное начало Брахма является одним из самых активных участников нашего познавания. И человеческий ум, ребята мои, дожил до того, что создал вокруг себя Ги. И если мы посмотрим вот с точки зрения идеалистического, то, по-моему, это вообще верх всех обращений к Творцу штука. Потому что человек, благодаря просто животному, которое называется корова, которая обладает способностью любить, она там плачет, она умнее, чем собаки, которая все, что хочет от человека, чтобы он просто ее держал, кормил, поил, чухал ее, понимаешь? Дает в ответ, ест сено, траву просто, а в ответ дает человеку молоко, внутри которого есть жир, который можно собирать. Этот жир представляет из себя абсолютно уникальную вещь. Как это так, вы понимаете? Все, что ты даешь корове, это любовь и еда, а в ответ ты получаешь жир, топленое масло, который ты можешь вечно чуть ли не хранить. И не является... Ну и потом поговорим о том, как появляется то или иное что-то вот в нашем воображариуме, вокруг меня в чем-то. Чем ближе я к Творцу по силе своего творения, могу ли я в воображариуме своего Творца что-то изменить? Вот если я пытаюсь стать похожим на Творца и существую в его воображариуме, могу ли я здесь что-то поменять, захотеть что-то сделать? Смотрите, это удивительная вещь, удивительная вещь. Ги, мед, абсолютный ответ на вопрос, что вы хотите, люди? Что вы хотите, люди? Мы хотим сладкого, вкусного, вкусненького сладкого. Ну хорошо, говорит Бог, он же не делает какие-то там... Не работает так, что с неба летят какие-то куски сахара. Они же должны быть созданы, в них должны быть три вот эти вот все штуки, в них должны быть начало, оно все должно быть живое. Появляются какие-то пчелы от природы, которые вдруг там как-то кем-то заметили, и человек получает мед. Вот в этом и заключается идеализм. Природа подстраивается под требования, под демен, под желание Творца. Природа сама все... Она сама все придумает. Главное не природа, главное не материя, главное человеческий дух, дух Творца. Что тут еще? В руках он держит командалу. Что же за командала такая? Сосуд с водой, сделанный из металла, а также из скорлупы кокосового ореха. Интересно, из какого металла? Потому что как только сосуд из металла держит какой-то древний бог, извините меня, пожалуйста, который имеет отношение к уму, то не пора ли посмотреть, что это значит вообще? Скорлупы кокосового ореха. Вода в этом сосуде символизирует изначальный, все вбирающий в себя эфир, из которого появились первые элементы творения. Еще в одной руке Брахма содержит молитвенные четки. Мы уже говорили, да, четки, которые используются для подсчета времени, вселенского времени. Да, четки как раз это и есть способ считать. Это способ считать свое дыхание, способ успокаивать и отвлекать свой ум. Ум человека не должен постоянно работать. Ум человека должен быть направлен очень сильно и должен работать, 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 а потом хоп и отдыхать. Но отдыхать не тем, что смотреть бесконечно там фильмы и там слушать какую-то музыку, а в постоянном чтении молитвы какой-то, мантры, очень скучной и коропотливой ерунды, во время которого твой ум не работает, потому что ему, как и другим органам, как и другим внутренним органам твоего организма, нужен чуть-чуть покой, нужно чуть-чуть подсобирать витамины и минералы. В каждой из четырех рук Брахма держат веды иногда цветок лотоса. Четыре руки олицетворяют четыре трона света. Восток, юг, запад и север. Удивительно, ведь все это, это все то, что придумал ум, смотрите, четкие, символизируют различные процессы сотворения. Книга, да, это все работа человеческого ума. Золото, золотой лик, бухармы, что ли, лебедь, корона, лотос, борода. Четыре лика, четыре веды. Средством передвижения белый лебедь. Лебедь используется в уважении в индийской культуре из-за его особого качества, которое называется ниркшира вивека или способность отделять молоко из смеси молока и воды. Лебедь олицетворяет то, что живые существа во Вселенной заслуживают справедливости, в каком бы положении оно ни оказалось. И то, что Шива отправил одно из животных к Брахме, чтобы оно рядом с ним было, постоянно напоминало о том, что он не самый главный, о том, что он все-таки должен отчитываться. Может быть, это лебедь об этом говорит, да? Способность лебедя указывает на то, что индивид должен отделять хорошее и плохое, принимая то, что имеет духовную ценность, отвергая то, что ее не имеет. Ну, может быть, да, это такой, этот самый, привет от Шивы о том, что там, смотрите, все-таки не забывай, все хорошо, ты там ум работай, но имей четкий, чтобы контролировать свой ум, потому что сила воли, это волевые все штуки. И не забывай о том, что нужно отделять хорошее от плохого. Культ Брахмы. Очень мало, ребята, осталось. Несколько храмов, посвященных Брахме. В Индии существует всего несколько посвященных Брахме храмов, тогда как храмов других божеств существует десятки тысяч. Почему? Проклятие, полученное Брахмой, и из-за этого поклонением на земле было крайне ограничено. Шива проклял однажды уже Брахму, потому что у нас уже была катастрофа бронзового века, которая, скорее всего, случилась по той же причине, по которой случается катастрофа вот сейчас. Современные ученые, умные просто люди, заграбастали все свои деньги, все заграбастали. Все умно, все классно, но бездуховно и несправедливо. Из-за этого все разрушилось. И еще, конечно же, знания, как поклонение Брахме, сказать. То есть, если мы говорим о получении знаний где-то в университетах, как о поклонении Брахме, то, да, на земле какой-то период времени было крайне ограничено получение образования, потому что мы все жили в период катастрофы бронзового века, а потом еще в период темных веков, которые только в Греции были 400 лет. Согласно истории, в Шива Пруане написано, на зритворении Вишну и Брахма взяли на себя миссию обнаружить начало и конец гигантского лингома. Вишну занялся поисками начала, Брахма конца. Принял обрик в вепре, Вишну принялся копать землю, в то время как Брахма в облаке лебедя полетел вверх. Будучи не в состоянии обраничивать конец лингома, Вишну вернулся и поклонился Шиве, как персонификации Брахмана. Брахма, однако, не оставил так просто попытки и выше, и выше, и выше, и выше. Он любил, летел, летел, увидел любимый цветок Тикаки. Брахма попросил цветок ложно засвидетельствовать тот, что он смог обнаружить начало. То есть вот вам, ребятки мои, Брахма лжец. Причем еще, смотрите, он просит кого-то, что-то, ложно засвидетельствовать. Вот, ребят, то, что происходит сейчас. Разумное начало, которое, казалось бы, должно быть потрачено на добро нашей цивилизации. Научилось врать, научилось обманывать, научилось спекулировать, научилось заниматься всем тем дефешем, который оно сейчас занимается. Разумное начало. Мы ничему не учимся, ребята. У нас впереди ждет катастрофа какого-то там века. Давайте назовем его века. И когда вести дошли до Шивы, обман Брахмы привел его в великий гнев. Яростное начало. Шива это разрушитель. Он стремится к порядку не в плане, а в плане в справедливому порядку. Яростное начало, ребята. Не надо будет Шиву. Шива разбуден. Шива уже идет. Нельзя. Брахма, осторожно, пожалуйста. В великий гнев. Шива проклял Брахму, объявив, что отныне никто в трех мирах не будет поклоняться ему. Но мы видим, что некоторые страны приняли брахмических жрецов. И вот как оно все закончилось. Согласно другой легенде, Брахми не поклоняется за проклятие великого мудреца Бхиру. Однажды Бхиру проводил на земле огромное жертвоприношение. Огромный Карамбайран решил провести. Было решено, что председательствующим божеством будет величайший из богов. И Бхиру взялся найти величайшего из троицы. Он пришел к Брахме, и тот был настолько поглощен музыкой, которую играл его Сарасвати, что даже не услышал зов, который прибывшего на аудиенцию мудреца. И разгневанный Риши проклял Брахму, объявил, что отныне никто на земле не будет призывать имя Брахмы или поклоняться ему. Тьфу на тебя! Вообще, я хочу сказать, что очень мало мест брахмических в Индии. И я думаю, что это неспроста, ребята. Неспроста. Молитва Брахми является частью практически всех индуистских ритуалов. Существует очень мало посвященных ему храмов. Я не знаю, помните, мы были в Омкарешваре, в храме наверху как раз туда пускают. Там Брахма как раз там очень... Никто не оставляет деньги в храме Брахме. В храмах Брахмы очень мало оставляют. И туда можно прийти и договориться с Баба, чтобы он пустил тебя на самый верх, там, где находятся самые крутые места. Но храм Брахмы в Раджистане посещают все-таки люди туда. Религионный фестиваль в честь Брахма. Тысячи паломников приходят в этот день, чтобы принять омовение. Поклонение Брахм распространено в Таиланде. Да ты что? Да. Там школа есть? Есть. Что считается, что и кто, кто ходит в школу, получает благополучие и процветание. В городах Таиланда часто встречаются небольшие святилища, посвященные Брахме. То есть маленькие школы, самым известным которых является святилище Раван. Святилище. Все, вот раньше были маленькие школы, небольшие, которые сейчас все это превратились в святилища. Вот такие дела, ребятки. Вот вы думаете, что тоже это все очень... Да-да-да-да, оно все вот тоже подвержено вот таким, к нашему удивлению, разрушениям. Но пока, да, мы движемся. Пока мы видим то, что индийская культура, индусы для нас заготовили, приготовили и сохранили очень-очень важное знание. Знание о греческой философии. Знание о том, что каждый из нас имеет разумное начало, страстное начало и стремление к порядку. Если порядка нет справедливого, то возникает у человека яростное начало. А это есть Шива, Святой Дух. И Шива, ребятки мои, идет. Вот, увидимся. Вот, будем дальше что? Изучать давайте Шиву или Вишну. Пожалуйста. И после этого, ребятки, у нас уже тогда станет попроще. Вот, задача на медитации. Задача вам на медитации. Ребята, продолжайте наблюдать за вашим миром в городе, который 11 ворот. Продолжайте за ним наблюдать. Да, там очень интересные штуки. И эти все интересные штуки, они будут связаны с тем вопросом, который вы сами себе зададите, наблюдая за людьми, которые сейчас живут в созданном вашем мире. И вопрос этот вы сами увидите, сами себе зададите. А что случается со старенькими людьми в вашем воображении, которые умирают? Все. Увидимся дальше, друзья мои, творцы мои. У нас просто замечательные новости. У нас есть возможность быть бесконечными, бесконечными, вечными существовать. Три, сколько там, 31 миллион, сколько-то, сколько-то лет. А вот еще по поводу этого можно... Слушайте, а может быть, действительно существует там какой-то огромный воображариум? И сейчас есть возможность действительно там создать что-нибудь? Ну, потом другой приходит, создает. Может быть, на всех-то не хватает воображариумов? Да, интересно. Очень интересно, друзья мои, очень интересно. У меня просто горит уже все, просто ладошки чешутся, задница просто чешется, от того, чтобы где-то поехать, усеться в какую-нибудь пещеру и всем вот этим вот заниматься. Заниматься воображариумом, заниматься работой ума. всем этим. Кстати, ребята, мы сейчас вот с вами поговорим в следующей лекции. Давайте мы с вами поговорим, зная о том, что существует три части твоей души, вот эти вот разумное начало, страстное начало, как, или я уже рассказал, как теперь медитативно, во время медитации, как все это дело тут можно поняли, да, что существуют медитации, связанные с разумным началом. Это юдаистские медитации, когда ты долго-долго читаешь много текста. Это славянские медитации, которые связаны с чтением былин, да, йоговские, ведические медитации, когда люди на память читают, запоминают или просто читают вслух очень-очень большие объемы текста и при этом благодаря вот такому резкому вдоху, короткому вдоху, чтению, короткому вдоху, человек впадает в такое абсолютно удивительное состояние и в этот период времени может получать откровение о Господне. Страстное начало, вот эти вот тоже чувства, которые разгоряются, разгораются внутри человека, когда он начинает петь хором и особенно в хоровом пении преуспели кришнаиты. И вот человек, который участвует в хоровом пении там кришнаитов или просто протестантов, он вдруг начинает чувствовать внутри себя вот эти вот офигительные ощущения, чувства радости, любви, которые влияют на человека, которые лечат человека, которые избавляют человека там от чего-то плохого, понимаете, потому что это все же ощущение, это все работа с моим телом. И другие медитативные практики связаны с работой с Святым Духом, все такие шиваидские, йоговские все практики, которые заключаются в преодолении человеческих трудностей. А первая трудность это тело человека, дыхание человека, сердцебиение человека, вот давай-ка его, ум человека, страсти человека, это все нужно брать под свой контроль, а контролем над всем этим обладает Святой Дух или Сила Духа. Увидимся завтра и поговорим давайте Вишну или Шива, что-нибудь разберем из этих штук.